Здарова, геймеры! Как поживаете? С вами DeadPi47, и сегодня решил поговорить о такой, знаете, животрепещущей теме. Я обычно очень редко затрагиваю сторону Nintendo. Ну, знаете, у меня есть Nintendo Switch, это консоль, которая мне очень нравится, но в последние пару лет о Nintendo, в принципе, не о чем говорить. Я имею в виду, что после Animal Crossing в прошлом году, на этой консоли, в принципе, мало что выходит. Я понимаю, что есть какие-то нишевые серии и прочее, но Nintendo как будто забыла, что у них, в принципе, есть консоль. Они обещают вторую Зельду Breath of the Wild, и сами шутят на тему того, что, блин, ну, мы вам сегодня ничего не покажем. Но зато ловите ремейк Зельды с Nintendo Wii, за которую мы вас заставим платить 5000. Именно поэтому Nintendo Switch просто пылится у меня на квартире, я просто ничего с ним не делаю. И тут внезапно появилась новость, что Nintendo поднимает цены на свои игры в России и, в принципе, в других странах СНГ. И теперь их флагманские игры будут стоить 6300 рублей. Это официальная цена, которую эти игры будут стоить в eShop. По сути, eShop это электронный магазин, в котором можно покупать игры на самой консоли. Чем же вызвано данное решение? Тем, что игры в Европе стоят 70 евро, и поэтому в России они тоже должны быть приближены к 70 евро. Это можно было бы понять, но есть одна проблема. Дело в том, что игры на PlayStation и на Xbox тоже привязаны к курсам иностранных валют, но при этом скидывают немного цену, чтобы русский человек, в принципе, мог их купить. Просто задумайтесь, сможете ли вы себе позволить покупать игры за 6300 рублей? Мы перешли тот самый рубеж, за который я не думал, что мы когда-либо перешагнем. Мы на темной территории, где цены на игры могут быть просто любыми. Завтра они могут быть 10 тысяч, послезавтра 20. 6300 рублей за одну игру? Это что-то невообразимое. И я понимаю, что 70 евро, окей, отлично. Только кто будет это покупать? Для меня цена 4500, ну, вполне нормальная, она осуществимая. Если бы вышло что-то на Nintendo Switch, что я хотел бы купить, заплатить 4500 для меня не было бы такой сильной проблемой. Хотя для многих это является чем-то невообразимым. Но 6300 рублей. У меня просто нет слов. Самое смешное, что есть люди, которые защищают это. Это, дескать, ну, Sony и Microsoft, они же подняли цены, так Nintendo можно? Да, они подняли цены. Но цены в России все равно на порядок ниже, чем цены в Европе. Тот же Demon's Souls Remake, насколько я помню, стоит 80 евро. Но у нас он стоит 5000 с лишним. Да, это очень дорогие игры. Но они делают скидку на то, что это русский рынок. Именно так должны поступать компании, которые ориентируются на какой-то определенный рынок. Это нормально. И я понимаю, что некоторые игры должны столько стоить. Я понимаю, что с консольными играми есть проблема, по которой региональные цены в принципе невозможны. Потому что человек, допустим, из Европы может просто импортировать игру из России. В этом проблема консольного рынка в целом. Потому что люди все еще держатся за физические копии игр. И именно из-за того, что физические копии существуют, мы вынуждены терпеть то, что игры стоят по 70 евро. Вы можете сказать, ну блин, можно ведь взять себе взломанный Switch. Или покупать картриджи на Авито. Или заказывать картриджи в магазинах, потому что они все еще стоят на тысячу дешевле. И да, все это отличные решения. Но я из тех людей, которые предпочитают удобство. И я предпочитаю покупать игры в eShop. И это то, что я делаю. Мне не хочется идти в магазин, я много работаю. Мне нужно, чтобы игра была вот прямо здесь в день релиза. Вы можете сказать, что я доплачиваю за удобство. Но это так не работает. Потому что Nintendo, продавая игры в eShop, получает 100% прибыль. И мне нужно отдавать проценты владельцам магазина. Потому что они сами являются магазином. И по логике вещей, игры либо должны стоить так же, как в розничных магазинах. Потому что они ни копейки не потратили на производство картриджа для этой копии. Это электронная версия. Либо ниже, чем в рознице. Потому что Nintendo получает 100% прибыль. И им как бы выгодно загонять людей в eShop. Чтобы люди отдавали деньги именно им. Но нет, держит ценник в 6300 рублей. Вы видели, сколько стоит Zelda с Season Pass'ом? На это больно смотреть. А, да, кстати, насчет Зельды. Политика Nintendo работает очень интересным образом. Как бы давно не вышла одна из их флагманских игр. Цена на нее сохраняется навсегда. То есть, если вы решите купить себе Зельда Breath of the Wild. Которая вышла 4 года назад. Она будет даже сейчас стоить 6300 рублей. Возможно, разработка этой игры потребовала больше денег задним числом. Или Зельда в этом мире стала так мало. Что она почему-то стала дороже. Но это электронная копия. Это та же самая электронная копия, которую я мог купить месяц назад на косарь дешевле. Абсолютно та же самая игра, что и 4 года назад. По цене в полтора раза дороже. И я читал про логику Nintendo в отношении своих игр. Они считают, что их игры настолько хороши. Что сколько бы времени ни прошло. Они должны стоить одну и ту же цену. Потому что люди в любом случае будут их покупать. И окей. Типа это их философия. Я могу быть с ней не согласен. Но окей. Это возможно не самые лучшие игры во вселенной. Но мне нравится Зельда. Мне нравится с Марио. Я с удовольствием в них играю. Оставляйте цену такой же. Плевать. Но зачем повышать цены на старые игры? Обычно это должно работать наоборот. В общем и целом я очень сильно разочаровался в Nintendo. Они действительно себя показали как компания. Которая абсолютно плевает на российский рынок. И на российского потребителя. В то время как остальные компании в нынешних сложных условиях. Пытаются создать какие-то возможности для потребителя. Все еще получать какой-то контент. Тратя на это меньшие деньги. Nintendo просто берет и БАМ! Цена в полтора раза дороже. И в данном случае я считаю что пиратство абсолютно оправдано. Я его не поддерживаю. Но с такими абсурдными ценами. Когда три игры уже стоят дороже чем Switch Lite. Я не вижу другого выхода. Если всего этого для вас недостаточно. И вы все еще скажете. Блин да ты просто Nintendo хейтер. Последние 10 лет своей жизни. Я посвятил тому что играл на 3DS. И потом на Nintendo Switch. Это одни из моих любимых консолей. Я покупал бесчисленное количество игр для них. И советовал их многим людям. Даже этот канал начался с обзоров на игры на 3DS. Потому что мне просто настолько они нравились. Возможно мне не так нравятся основные франшизы Nintendo. Но мне нравятся игры которые там выходят. Но теперь. Покупать игры на Nintendo. Это сравнимо с тем чтобы выбрасывать весь свой бюджет на еду просто в никуда. Вы понимаете что одна игра на Nintendo Switch теперь. Это три раза хорошенько сходить в бар. Притом в очень хороший бар. 6 тысяч рублей. Это три полноценных новых игры на ПК. Или дополнительные 16 гигабайт оперативной памяти. 6 тысяч рублей. Это более 20 двойных биг-тестей в Макдональдсе. В общем как вы могли понять это все вгоняет меня в очень большую печаль. Я теперь не знаю зачем мне в принципе нужен Switch. Потому что я не могу его содержать. Это знаете как девушка с которой у тебя была прекрасная ночь. О я имел ввиду парень. Хотелки которой в будущем тебе просто невозможно покупать. Потому что тебе банально не хватает денег. И ты думаешь. Какой вообще смысл в ней? Если собрав цену всех этих игр на которые я потратился. Я могу просто собрать себе нормальный ПК. Или купить какой-нибудь Xbox Series S. И очень сильно экономить на играх. Неужели Nintendo Switch теперь того стоит? Короче я не знаю. У меня Switch первой ревизии. Поэтому я попытаюсь ее взломать. И постараюсь держать вас в курсе своих успехов на этот счет. Потому что если честно. У меня нет абсолютно никакого желания отдавать Nintendo. Какие-либо деньги с этого момента. Можете ставить цену хоть 8 или 10 тысяч. Ведь Zelda Breath of the Wild это такая шедевральная игра. Я бы за нее хоть 20 тысяч отдал. Верно да? Классная тема. Ведь очень круто когда ты выпускаешь игры. Которые никто не сможет купить. Потому что твоя фанбаза все равно будет защищать это решение в интернете. И говорить что ну блин. Эти игры шедевры они того стоят. Вы просто бедные. А российский рынок не имеет значения для Nintendo. Но если он не имеет значения. То нахрена вообще нужна Nintendo Russia. Какой смысл во всем этом? Зачем вообще тогда присутствовать на российском рынке? Окей очень важный апдейт. Пока я делал это видео пришла новость. О том что русская Nintendo говорит что это не их рук дело. И физические копии будут стоить так же. То есть их стоимость в обозримом будущем не поменяется. То есть в данный момент. Розничная цена Zelda Breath of the Wild. На 2000 дешевле чем в электронной версии. Решение о подъеме цен было принято исключительно европейской Nintendo. Которая и контролирует eShop. Это вызывает у меня некий диссонанс. То есть у компании есть русское представительство. Которое выставляет свои цены. Но в то же время европейский офис. Просто берет и ставит цены какие он хочет на электронной версии. Как будто это две руки человека. У которого полностью отсутствует координация. Но благо это смягчает ситуацию. Видимо на данный момент мне придется полностью отказаться от электронных копий игр. Если я все таки решу что то купить для свеча. Было бы конечно круто если бы эти игры там все таки выходили. Но это уже немного другая история. Ладно окей надеюсь что вам было интересно мое мнение насчет всего что произошло за последнее время. Наверное мне просто хотелось высказаться на этот счет. И надеюсь что я не сильно присел вам на уши. В конце концов это решение каждого. Что и как дорого покупать. Я не имею права диктовать вам это. Я просто захотел немного попрочитать в интернете. Благо мой канал мне это позволяет. Если хотите пообщаться со мной. То прямо после выпуска этого видео. Я запускаю стрим на твиче. Ссылка на мой твич прямо в описании этого видео. Огромное спасибо платным подписчикам и топ донатерам месяца. Вы прекрасные люди. Спасибо вам что вы существуете. Пишите свое мнение в комментариях. Согласны ли вы с тем что эти игры должны столько стоить. И провали нинтендо в своих поступках. Ну а так до скорых встреч. С вами был датпи47. Увидимся на стримах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok